Мы будем покупать модные луки для школы. Сколько денег это? Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня мы тоже готовимся к школе, но мы не будем покупать канцелярию, мы будем покупать луки для школы. Мы приехали в огромный торговый центр, с множеством разных магазинов, тут есть Зара, Бершка, короче, все магазины, которые любят молодежь. И сейчас пойдем подберем какие-то классные модные луки для школы. В школе у нас нет утвержденной школьной формы, и мы можем выбирать форму, которая нам нравится. Любую абсолютно форму, ну, понятно, не сильно ярких цветов, как бы все в меру, но, короче, деловой стиль, но, в принципе, можно покупать все, что хочешь. И мы сейчас идем... Сначала в какой магазин идем? В Бершку. Пойдем в Бершку, вам покажем, что там есть интересненького, и Маша выберет себе несколько образов, мы их померяем, и вы посмотрите, может, кому-то тоже понравится, и поедете в Бершку покупать то же самое. Вот, посмотрите, есть белые джинсы, я, наверное, возьму примере их. Да, но, кстати, они порванные опять. Ну... Это вторые порванные джинсы? Да. Вот такие, как у Маши, тоже порванные, такие серые или черные. Черные. Потом есть вот такие вот блузочки укороченные, черненькие, беленькие. И смотри, какая рубашка есть, нравится тебе такая? Можно, кстати, с какой-то черненькой маечкой одевать, и будет вот такая классная рубашка. Смотри, к этим штанам. Очень классно. И вот такая вот футболочка. Для начала просто берем вот такие вот белые джинсы. Смотрите, вот такие вот брючки, вот такие вот какие-то топики, тоже белые и черные. Но я Машу, честно говоря, в таком не представляю. Стандартные брючки. Смотри, балуны, такие, как у тебя. Вот такие вот штаны, я не знаю, как они называются. И такие же черные. Кстати, вот черные, синие и светло-синие. И вот такая вот кофточка. Кстати, классная. Очень классная. Вот еще, посмотрите, какой топик. Тебе такое, кстати, не нравится? С такими вот завязочками. И кожаные штаны. Ты что, кожаные штаны? Давай возьмем. Нет. Давай, кожаные штаны, Маш. Можно ее? Кожаное платье. Можно, ты покупай, конечно. Вон, в вершке, между прочим, рубашка. Смотри. Белые рубашки, как ты хотела. Нет? Такой вот топик на одно плечо. Идем. Вот такая вот футболка и вот такая вот футболка. Но это, скорее всего, только на физкультуру подойдет. Так его в школу не поносишь. Еще я хочу для второго образа взять вот такую вот юбку. Померю тоже. Давай, ищи свой размерчик. На физкультуру можно взять еще вот такие вот велосипедки. Померяем. Возьмем? Ну, может, ищи. Еще, я думаю, такой вот велосипедки. Своего образа с юбочкой. Я думаю, будет. Да, тоже беленький. В принципе, не яркий. То, что надо. Померяем. Да. Кстати, для любителей пиджачков тут есть черные пиджачки, розовые, вот такие цвета Тиффани. И они стоят вон 1499 гривен. Кстати, очень классные. Я вот нашла еще юбку. Вот такую зеленую. Как вы думаете, какая красивее, которую я взяла? Или вот эта вот? Мне кажется, вот эта бежевая. Да. Точно. Еще вот такой вот топ беру. И я хочу с нему взять рубашку еще. Идем. Ма, кстати, смотри, тут есть такой же бежевый топ, телесный. Не хочешь? Черный? Если вот так вот белыми джинсами украть, то будет красивее. Да, ну давай. Но есть еще вот, кстати, бежевый. Может, кому-то понравится. Топы есть еще в таких цветах. А я еще взяла рубашку себе, кто-то. Да, тоже померяем. Бери еще кожаные штаны. Нет. Бери. Нет. Бери кожаные штаны. Сама бери. И, кстати, есть вот такие, как Маша, черные взяла. Бежевые и серые. На физкультуру Маша еще себе выбирает какую-то футболку с велосипедком. Такое, может, посветлее какое-то, нет? С ромашками? Ну, я еще думала. Есть еще и стигра. Сейчас выберем, потом посмотрите, что Маша выбрала. Да. Маша себе выбирает обувь. Вот такие хочу уберить. Да, это не на физру, это в школу ходить. Ну, в школу тоже подойдет. Ну, давай. Берем. Берем. Только размер надо. Подходят? Селит седьмой. Да, берем. Да, берем. Маша еще кое-что увидела. Точно такие же. Это, короче, такие сейчас, типа, я не помню. Это прошлая, конечно, коллекция была, ее в этой биржке не было. Вот, типа, длинные такие. Черные с драконами или белые с Hello Kitty? Голосуйте, что брать. Я уже не хочу брать. Все-таки черные? Да. Давай. А еще Маша подобрала себе вот такие вот кеды. Все, идем мерить? Да. Подобрала три образа. И сейчас будем все мерить. На начале я номерю этот образ, и я вам все покажу. Вот такой вот лук, черная майка, белая рубашка, белые джинсы и вот такие вот на огромной платформе ботинки. Кстати, своими волосами очень красиво получается. Да, такой черно-белый. Такой черно-белый классный джинс. Нормально на 1 сентября пойти. Мы с Машей обсуждаем этот лук и думаем, брать или не брать. Что тебя смущает? Меня смущает то, что рубашка, ну, мне она не очень нравится. Да, она вот с такой ленточкой, вот смотрите. Да. И тут тоже я просто заколола штаны, потому что они большие. С ремнем нужно будет видеть. Но это не страшно, что мы можем, допустим, другой размер взять. Рубашка, понятно, если на ней такая штука. Ну, вот это тоже, мне кажется, нужно подобрать размер, и оно немного висит на мне, но так нормально. Ну, только рубашка смущает, а так все нормально. А вы, кстати, пишите, брать этот образ или нет, или, может быть, что-то поменять. Брать, 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 брать. Ну, только на сколько денег это. У нас же бюджет тоже не безлимитный. Ну, да. Ну, так прикольно. Маше принесла пиджак. Все-таки хочу, чтобы она в пиджаке померила этот образ. Вот тот же образ, только с пиджаком. Повернись. Классно, очень классно. Просто супер. Вы, кстати, напишите, с рубашкой лучше с белой или вот с таким черным пиджаком? Мне с пиджаком очень нравится. Он такой стильный. И, кстати, его можно будет и с этой юбкой носить. Машкой нравится. Классно. Зря, зря. Так, второй Машин образ с юбкой. Вот. Вот такой вот образ. Эти же ботинки, юбка и вот такой вот свитерок. Ну, как? Оцените образ. Мне тоже нравится. Что смущает? Меня ничего не смущает. Я тоже ничего. Классно. И третий образ на физру мерить. Первые два образа уже померили. Кстати, напишите. Первый образ, между прочим, в двух вариантах с пиджаком и с рубашкой. И вот такой вот образ. Мне эти кеды очень нравятся. Кстати, напишите, что... Нравятся кеды? Очень. Ну, посмотрим. Сейчас что-нибудь возьмем. А может быть и все возьмем. Да, да, да. Давай, меряй следующий образ, который на физкультуру. Образ на физру. Велосипедки, ботинки и футболка. Прикольно. Нравится? И, кстати, у футболки можно каждый раз новенькие какие-то брать. Ботинки, кстати, тяжелые. Ботинки не нравятся, да? Мне те нравятся. Итак, по этому образу, какие у тебя замечания? Ботинки слишком тяжелые, мне кажется. А велосипедки? Велосипедки, кстати, классные, да? Велосипедки, да, купай. Я себе, кстати, тоже такие возьму. И много мне нравятся очень. Да, образ готов? Все перемирили? А теперь думаем, что брать. И вы, кстати, голосуете, что нам взять, что на ней? Да, да, да. А мы отправляемся в следующий магазин. Так, с покупочками выходим, идем в другой магазин. Теперь мы отправляемся в Зару. Посмотрим, какие школьные образы мы там соберем. Так, тут пока мы не нашли ничего школьного. Мы нашли дальше. Хотя тут тоже есть очень много черненьких и беленьких джинсов. Тоже все такие красивенькие. Но пока мы ничего не выбрали. Вот такие вот футболочки. И вот такая вот кофточка с рукавами. Красивая. Все даже боди. От Маши себе подобрала несколько образов. Сейчас пойдем померяем. Да, пошли. Вот уже в раздевалке вещи тут. Давай примеряем образы из Зары. Маша тоже тут. Давай, одевай. Так, вот первый образ. Такой вот топ. Они шортики. И пиджичок. Очень красиво, кстати. И с этими кроссовками тоже очень идет. Да? Да. Меряем второй образ? Давай. Итак, вот это второй образ. Такой повседневный немножечко. То есть это не на 1 сентября. Вот такая вот рубашка. Зара, посмотрите, снизу она вот такая красивенькая. И брюки. Ну, брюки у тебя такие и есть. Это мы взяли только для того, чтобы как бы показать образ. Можно взять вот такую рубашечку и очень стильно выглядеть. Изики, джинсики и такая вот рубашка. Показываем следующий образ. Кстати, не образ, а следующий вариант верха вот к этим джинсам. Да. И вот еще один вариант верха. Это вот такая вот рубашка высайдевая. Вот так черным джинсом вот такая вот рубашка. Просто широкая, хлопочковая, беленькая. Вот такая классная рубашка. Ее можно одевать и на 1 сентября, и потом каждый день носить. В Заре мы образы тоже подобрали. Сейчас подумаем, что брать. Вы, кстати, пишите, что вам больше нравится, какой образ больше нравится. А мы идем дальше. Теперь идем мы в Ашендем. У нас открылся вот такой огромный двухэтажный Ашендем. Сейчас посмотрим, что там есть в школе. В Ашендем тоже очень большой выбор делового стиля одежды. Очень много белых блузочек, разных кофточек, рубашечек. Джинсы тоже белые, темные. Еще есть брючки разные. Сейчас тоже с Машей подберем тут какие-нибудь луки. Очень много спортивной формы, спортивных костюмчиков, брючки. Разные лосины с топиками, комплектиками. Черненькие, бежевые. Вот такие вот. Но у нас для физкультуры уже все есть. Кстати, вот такие вот юпочки есть. Почти такие же, как мы мерили в Бершке. Только они у нас по другой расцветочке. Кстати, в Ашендем очень огромные очереди в примерочную. Просто огроменные. Поэтому мы с Машей решили тут не подбирать никакие образы, чтобы не стоять в этой километровой очереди. Ну вот я выбрала себе школьные луки. Надеюсь, этим обзором я была полезна и для вас, и всем, как понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Наш Машей. И всем пока-пока.